ПЕСНЯ Значит, задача такая, смотри, чтобы не было лишнего воздуха. Да? Да. То есть, как будто говорим звук «б». Два-три урока по вокалу в неделю, необходимый минимум для начинающего певца, уверен музыкант Стас Обухов. В Москве одно занятие в среднем обойдется в две тысячи рублей. У именитых педагогов урок дороже, стоимость доходит до 20 тысяч. Но хороший вокал для поп-артиста – это далеко не все. Мало научиться петь, надо еще не стоять, как деревянный на сцене. Что-то надо делать. Либо просто себя чувствовать свободно, без зажимов. Если речь о том, сколько надо заниматься, чтобы, например, выйти просто чисто технически на какой-то уровень, я думаю, что это лет 10. У всех прогресс по-разному ведет. Настоящий поп-артист, если так называть, он должен быть образованный, грамотный. Спортзал, уроки по сценодвижению, хореография – все это обойдется в десятки тысяч рублей. Популярный артист сегодня должен быть готов к таким тратам, ведь главная его задача – превратить каждое свое выступление в фееричное шоу. Читается, что после одного концерта артист теряет до трех килограммов. Не меньше калорий расходуют и оперные артисты. И хоть академические певцы не скачут по сцене, как их эстрадные коллеги, нагрузка на организм у них сравнима с занятием тяжелой атлетикой. Ведь в оперном вокале задействовано максимальное количество мышц. Если участвовать в спектаклях, в постановках, то точно так же там и танцуют, и поют, и двигаются, и приходится все вместе совмещать. Но оперному голосу сложнее еще с тем, что приходится долго нарабатывать базу. То есть это дыхание правильное, это мощь голоса, который требуется именно для оперного певца, который будет петь уже на сценах театра или филармонии. В отличие от эстрадного вокала, учиться оперному пению можно только с 18 лет. Занятие обойдется даже дешевле, чем урок эстрадного вокала. Примерно в тысячу рублей. Но требования здесь гораздо строже. Никакие полутона, шепоты или крики, на которые нередко переходят поп-артисты, в оперном искусстве недопустимы. Это сложно, потому что, во-первых, здесь нужно очень большой упор делать на дыхание. Начинает кружиться голова, потому что очень много кислорода поступает. Пресс начинает качаться. Ну, то есть это и физическая тоже работа, потому что все-таки инструмент, он как бы внутри тебя находится. Твои связки, твой живот, твои опоры. Начиная с 16 века, когда в хоре и опере особенно ценились высокие голоса, многие артисты-мужчины прибегали к кастрации. Сегодня такие жесткие меры уже не идут. Стараются работать над голосом естественным путем. А вот поп-артисты частенько делают операции на голосовых связках. Некоторые не стесняются улучшать свое звучание с помощью звуковых редакторов и фонограмм. В опере обмануть зрителей не получится. Поэтому исполнителей классической музыки гораздо меньше, чем звезд эстрады. Роман Гальперин, Екатерина Макарова, Светлана Булдынина, Александр Карев. Специально для Культтуризма.